Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время здоровья». С вами Марина Рябцева. Сегодня у нас необычный выпуск. Гости пришли не к нам в студию, а нас пригласили в гости. Мы находимся в wellness-клубе «Тон Студия». Представляю управляющего «Тон Студия Чебоксары» Алену Григорьеву. Здравствуй, Марина. Здравствуйте, Алена. Сами понимаете, мы не могли прийти к вам со всем вот этим, да, этими тренажерами тяжелыми, много другого оборудования, которые направлены как раз-таки на оздоровление наших женщин, женщин города Чебоксары. Да мы сами с удовольствием к вам пришли, хоть позанимаемся во время работы. Точно. Деловой человек должен совмещать приятное с полезным и нужным. Так? У нас именно так с вами получилось сегодня. Вот хотелось, кстати, сделать комплимент. Очень хорошо выглядите. Не будем говорить пока про фитнес. Наверное, что это еще вам придает такого сияния? Знаете, мне сильно повезло. Я пять лет работаю с женщинами, притом с женщинами позитивными. Потому что женщина, которая решила поменять в жизни все, сделать себя неотразимой, красивой, поверьте, у нее глаза всегда блестят, она всегда целеустремлённа. Ну, естественно, ты сама будешь ровно такой же. Невозможно быть другой. К тому же молодой коллектив девочки до 25 лет всегда держат в тонусе. Нужно соответствовать, да? Да. Ну и семья немаловажна. Девочка, дочка, подросток. Представляете, в каком тонусе опять-таки приходится быть в таком возрасте? Ну, прекрасно. А вот давно ли у вас существует вот эта сеть тонус-студий? Как пришла идея открыть в Чебоксарах? Так получилось, что мы, вот 90-е, была волна, если вы помните, ну нет, вы, наверное, это ещё не знаете, это аэробика, акваэробика, фитнес и так далее. И мы, естественно, в эту волну максимально влились. И когда так получилось, что подошёл определённый возраст, скажем, да, там дети и тому подобное, вдруг понимаешь, что тренажёрный зал с мужчинами и так далее не совсем подходит, по крайней мере, не каждой женщине. И тут моя подруга, идея такая великолепная, тонус, клуб, и почему бы и нет, съездили в Петербург, посмотрели. Поверьте мне, человеку, который в тренажёрном зале занимался достаточно много лет, эти тренажёры оказались немножко не по зубам, потому что, ты понимаешь, тебе надо держать улыбку максимально, говорить, да мне это всё ерунда, а на самом деле ничего подобного, потому что наши тренажёры, они, в принципе, сейчас занятия на них заменяют 7 часов обычного фитнеса. Они сложнее, чем обычный тренажёр? Это сложнее, понимаете, при полном покое позвоночника и сердечно-сосудистой системы, вот мы с вами сейчас же просто сидим, да, казалось бы, а если мы начнём работать, наши мышцы очень хорошо это почувствуют, а позвоночник совершенно прямой, мы с вами можем спокойно разговаривать. Нагрузка, потому что будет попеременно. Давайте попробуем. Давайте попробуем, да, покажем. Опять-таки совместим приятное с полезным. Вот это вот великолепно получается у Марины, чувствуется рука мастера. Да. Вот младшинка, хорошо. Понятно, что такая идея, она просто не могла не очаровать нас, женщин. И вот 5 лет, 5,5 лет в этом бизнесе, и знаете, я очень счастлива, на самом деле, очень. Как женщина-чебоксар? С удовольствием посещает или мало посещений? Что вообще скажете? У женщины очень много оговорок. Вот самая любимая моя поговорка, это не захочешь, да, найдёшь причину. Захочешь, найдёшь время. Часто наши женщины думают, у меня нет времени, мне надо пойти домой, побежать, сварить там, я не знаю, что-то сделать и так далее. А те, кто начинает уже к нам ходить, удивительно, они успевают абсолютно всё. При этом у них всегда здоровый вид, они всегда улыбаются. И самое приятное, что их мужчины всегда счастливы. Вторые и третьи абонементы у нас чаще всего покупают мужчины. Представляете? Они просто понимают, ну, во-первых, мужчин нет. Мужчины покупают женам, да? Да, мужчины покупают своим женам. У нас же спокойно можно отпустить. Без всякого риска, так ведь? Да, здесь ведь только женщины занимаются. Да, почему так сделано? А вот как раз-таки для удобства, для того, чтобы женщин, очень большой процент женщин стесняются. Ну, в силу возраста много причин, на самом деле, не будем их сейчас озвучивать. Мы же, женщины, любим найти в себе всякие минусы. И не каждый хочется показать, например, те же самые боковушки, да? Вот любую модель, спросите, она найдет, к чему придраться. Вот тут, казалось бы, 90-60-90. Нет, у меня здесь же рок или еще что-то. Женщины такие. Ну да, наверное, на самом деле, удобнее заниматься, когда думаешь только о занятиях, а не о том, как ты выглядишь, что на тебя кто-то со стороны смотрит. Да, на самом деле так. Вы знаете, из своего прошлого, ну и мы вообще с женщинами, конечно, обсуждаем, предположим, берешь ты штангу, да, тянешь, ну там определенная позиция. Тот, кто знает, знает, как это выглядит со стороны. Наклоняешься, и вдруг ты видишь так сзади, да, там трое таких парней стоят, и вряд ли оценивают твою физическую форму. Скорее всего, что-то другое в их мыслях. Но не каждый это понравится на самом деле. А здесь спокойно. Работаем с женщинами, да, инструкторы, девочки молодые. Вообще никаких проблем. И опять-таки здесь же не только тренажеры, понимаете? Вот в чем прелесть он в студии, что в одном месте есть оздоравливающая зона, оздоравливающая, релакс-зона, но не менее эффективная. Потому что ничего не делая, ну вы попробуйте на себе сегодня сами, можно получить действительно реальные результаты. Поэтому иногда нас называют фитнес для ленивых. Прям можно лежать, отдыхать и худеть? Можно отдыхать, спать, читать книжки. К нам приходят часто молодые мамы, потому что уж кому-кому, а им не хватает сна вообще, да. Мы проходили, это знаем. Ложишься, ну это на той же самой миостимуляции, 40 минут сплошного удовольствия, сна. А в это время твои мышцы работают под слабыми разрядами тока. Не надо бояться, это ничего больного, наоборот, даже очень приятно. Да, а при кормлении грудью ничего не противопоказать? Нет, противопоказаний нет. Вообще до 17-20 услуг в каждом клубе и в любом случае даже вот такой, о, такой, да, даме все равно найдется, на чем позаниматься, поверьте. Вообще из-за результата очень жаль, что нет сейчас наших клиентов. Они очень все испугались съемок. Но я думаю, что если была возможность, они бы ответили. Вот, например, самые взрослые наши дамы на данный момент 78 с половиной лет. Когда она к нам пришла, ей было 75, и она пришла с палочкой, представляете? Проходила мимо, просто интересно было. Сейчас наша Нина Георгиевна выступает в хоре ветеранов. Она прыгает, бегает. Я боюсь, что она в балет запишется в ближайшее время. То есть у человека появился интерес к жизни. Это очень важно. А с какого возраста лучше начинать приходить? Вот дочка у вас приходит уже или еще рано? Моей дочери 17, она занимается где-то с 14. Вообще мы рекомендуем всегда. Получил паспорт, пришел в тонну студии по принципу. Ранее, наверное, не совсем удобно, и им совсем неприятно. Они, наоборот, хотят от материнской такой заботы отойти, да, в силу, опять-таки, определенного периода петроскового. А здесь все равно забота присутствует очень сильно. С 14, да. А вот приходят новички, и как вот они сюда сядут, сюда сядут, или здесь тренер индивидуально со всеми занимается? Как вообще подбирать программу? Во-первых, мы приходим в любое удобное для нас время. С 8 утра до 10 вечера. Каждому определенное свое время. Естественно, все это будет индивидуально. Никто никого никогда не бросит. Потому что понятно, что вот даже вам, да, вот вы пришли сегодня, было достаточно сложно сразу понять, для чего и что. Вспомним глаза наших операторов, которые вообще не могли понять, да, в чем, собственно, суть всех этих занятий. Точно так же и женщины, когда приходят первый раз, есть пробное ознакомительное занятие, на нем мы спрашиваем абсолютно все, показания, противопоказания. Иногда даже не надо спрашивать, они сами все рассказывают. В силу того, что женщины, да, вставляется индивидуальная программа, основываясь на замерах, и мы конкретно каждый что-то такое пишем. Во-первых, на время надо же еще определяться. У кого-то есть 20 минут свободного времени, у кого-то 5 часов. Вот от этого все, собственно говоря, исходит. Вот есть все-таки какие-то противопоказания, или здесь наоборот, вот какая-то реабилитация идет, и наоборот укрепишь? Если грыжа, например, мышечный корсет надо укрепить, на тренажеры не пойдешь, вот нельзя. Из-за динамических тренажеров, на которых мы сейчас с вами сидим, и тонусные сталы, представленные в других клубах, они, собственно говоря, и показаны как раз-таки для подобных заболеваний. Грыжа, беременность. У нас даже беременность занимается. Наши тренажеры и практически каждое оборудование показано именно как реабилитационные, послеродовый период для тех, кто перенес недавно какие-то сложные операции и заболевания. И в то же время для активных молодых девчонок точно так же. Вы знаете, очень популярно, я сейчас вспомнила, впереди же такой свадебный бум, да, период свадеб, и у нас очень много невест появилось, которые хотят за две недели влезть в платье, которое они видели там в витрине магазина. Но это реально на самом деле. То есть не буду хвастаться, но результаты есть у каждого клуба, вы, наверное, это знаете, да, и очень многие их выставляют так вот, наши результаты и достижения. Самый лучший сейчас результат за пять с половиной лет нашей работы, за месяц, мы обычно берем месячные такие замеры, это 21 сантиметр в объемах. Естественно, не только талии, да, тут шея, руки, ноги, все учитывается. Вот минус 21 сантиметр за месяц. Ну, поверьте, это такой целеустремленный человек, который увидел именно платье своей мечты. Да, полезно, видимо, в магазинах увидеть платья такие. Да, очень важно. А на чем лучше вот таких? Или вот вообще что за непосредственно есть процедуры, которые помогут вот так похудеть? Ну, наверное, мой любимый вакуумный тренажер. Почему вот вы его видели, да, в действии? Вакуумный тренажер – это такая вещь, которая за 15 минут заменяет 15 километров пробежки по затратности калорий. Вот, казалось бы, в хороших условиях ты идешь, у тебя вокруг тебя нет никаких гавкающих собак и так далее, да? В то же время нагрузка колоссальная, но неощущаемая. Из-за чего так происходит? За счет вакуума, за сжатого воздуха, который внизу нас поддувает, мы его часто называем шагающий пылесос по звуку, скажем так, да, но это очень эффективная вещь. К сожалению, имеет ряд противопоказаний, к сожалению, да, но в любом случае всегда можно все заменить. И вот сочетание как раз-таки вакуумного тренажера, роликового массажера, из-за динамических тренажеров или тонусных столов и небольшой релакс в виде кедровой фитобочки, которую я тоже очень-очень люблю, дает вот такие результаты. Кстати, о роликовом массажере выглядит достаточно просто, но вот слышала очень много таких посторженных отзывов, что помогает. Не я сказала, наверное, великий человек, да, что гениальное, все гениально, достаточно просто. Вот здесь вот обычные буковые ролики, которые примерно 99 оборотов в минуту совершают. Вот чтобы добиться результата, который мы добиваемся за 15 минут, находясь на роликовом массажере, нужно пройти 4 сеанса ручного массажа в 4 руки, представляете? Притом, ну не всякий массажист, ну не каждому мы дадим, предположим, внутреннюю поверхность бедра промассировать, да, ну в силу определенных обстоятельств. Здесь проблем никаких. Вот что тебе хочется промассировать, вот то ты и промассируешь. Ну кроме, конечно, головы, локтей и колен. Еще что интересное есть такое прям волшебное. Вот сейчас все весной, наверное, хотят похудеть. Ну, наверное, опять-таки вернемся к ленивым дамам или тем, кто хочет выспаться, да, это миостимуляция инфракрасной штаны. Сначала мы лежим, спим на инфракрасных штанах, это такая процедура, где прогрев происходит до 7 сантиметров вглубь. Если закрыть глаза и заснуть, ты будешь думать, что ты в песках, я не знаю, где-нибудь. Будет чувство такое, что ты лежишь на пляже, очень интенсивное похудение за один только сеанс до полутора-двух сантиметров, например, стали, да, уходит. Если мы будем держать в себя в тонусе сбалансированное питание, да, хорошая физическая равномерная нагрузка, позитив в жизни, то результат не то что приумножится, да, скажем, он сохранится, и в жизнь мы будем смотреть вот такими широко открытыми глазами. А здесь вот, кстати, по правильному питанию какие-то подсказки дают у вас? Есть такие мастеры? Диетологов у нас нет, я лично конкретно, да, я категорически против диет, но без услуг профессионала. Дело в том, что мало кто к профессионалам обращается, да, в основном прочитала в интернете какую-то диету и давай себя изнурять, не задумываясь о том, что наш-то женский организм свое возьмет. Вот, хорошо, дашь ты ему 7 дней проголодаться там, да, максимально, он скажет, она меня же будет и дальше мучить, дай-ка я запасы сделаю на всякий случай. И так в жизни случается. Я думаю, каждая из нас пробовала, вот здесь у нас смотрящая наша женщина, да, и понимает, вот она потеряла минус 15 килограммов, да, через полгода плюс 16-17, потому что запас уже был произведен. Это, конечно, слишком большие цифры сказали, но, к сожалению, это правда жизни. Еще раз говорю, что питаться мы должны правильно, сбалансированное, полноценное питание. И углеводы, и клетчатка, и белки, все должно быть в нашем женском организме. И поверьте, нашим мужчинам мы все-таки нравимся, наверное, такие разовощекие, скажем, да, а не с голодными глазами. Понятно. Значит, в форуме вы благодаря все-таки тренажерам, спорту. Вы слышали когда-нибудь такую пословицу «сапожник без сапог», да? Вот она иногда мне очень сильно подходит, потому что четыре клуба, дела в офисе, да, определенные, плюс записи программы. Это много времени отнимает. И я, конечно, стараюсь два раза в неделю стабильно. Но иногда случаются такие моменты, что раз выходишь тогда в свой выходной, в воскресенье, но зато это столько удовольствия. Потому что ты уже со стороны не управляющей смотришь, а со стороны занимающейся. Ты общаешься с женщинами точно так же. Лежишь где-то там на прессе штанах, обсуждаешь какие-то сплетни, новости. Знаете, как интересно уже с другой стороны все это смотреть. Еще за кадром узнала, сколько Алене лет. Поскольку обычно женщины не спрашивают в кадре, не собиралась задавать этого вопроса, но Алена сказала, что никаких секретов, поэтому, Алена, сколько вам лет? Мне будет 42, и я горжусь своим возрастом. Потому что, поверьте, 22. Я, наверное, боялась этого возраста. Я все время думала, вот в 2000 году мне будет 27, да, там, 28. Ну все, жизнь закончена. И когда смотрела фильм, наверное, все его смотрели. «Москва слезам не верит», и там героиня говорила, 40 лет, жизнь только начинается. Теперь-то я стопроцентно знаю, что 40 лет она только начинается. Почему я это говорю? Чтобы наша женщина, которая вот вышла замуж, родила детей, вот она их вырастила, всю жизнь гладила колготки, садики, школы, да, работа и так далее. И подумала, ну, в принципе, это же меня все устраивает в этой жизни. Муж вроде бы любит, детям вроде бы я нужна, да. А я хочу сказать, мы прежде всего нужны самим себе. Вот прежде всего. Потому что, когда нам будет 50-60, мы своим детям и внукам нужны будем здоровыми, крепкими и улыбающимися. Мне кажется, что любой внучке будет очень приятно пройтись рядом, да, вот с бабушкой такой вот, у которой глаза горят, вот как у нас сейчас с вами. Которая на бабушку-то не похожа. Да, которая на бабушку-то не похожа. Когда говорят, вот, пошла бы она лучше на огород, да посадила там капусту, вот какая хорошая физическая нагрузка. Ну, не забывают, что когда мы сажаем, это страдает, прежде всего, поясничная. Сами понимаете, да? Там о здоровье речь-то и не идет. Если только мы это все делаем правильно, конечно. Вот покопалась я в огороде, встала и сделала потягушки, да, растянулась максимально. Ну, кто так делает? В основном закатывает рукава и давай, пошла там лопатка. Да, вот так бывает. Да и подходы еще присесть надо правильно. Вот, в том-то и дело. Все должно быть в комплексе. Поэтому я никогда в жизни не страшусь своего возраста. Всегда говорю, девочки, у нас есть на что, собственно говоря, ориентироваться. Это всегда так. И самое приятное, что и в 42, и в 45, это я уже основываясь на разговорах, да, там, с нашими клиентками, могу сказать, что каждый день есть новое открытие. Вот, казалось бы, что можно открыть в 40 лет, да? Все видела, все знаю. Нет, есть. Ну, хотя вот та же самая Тонус Студия. А еще какие ближайшие планы и по Тонус Студии вообще? Может, личные какие-то? Личные планы? Вот нравится мне слово «личные планы». Ну, это не совсем-совсем личные, а то, что можно рассказать нашим телезрителям. Да нет, у меня секретов нет абсолютно никогда. Вот видите, у нас более 7 тысяч клиентов Тонус Студия, а в городе около 300 тысяч женщин, которым необходима хорошая, правильная нагрузка. Это я говорю не как бизнесвумен, скажем, который хочется сосчитать деньги, полученные за реализацию абонементов, да? Ради бога, у нас сейчас, слава богу, достаточно большой спектр услуг, очень много, и тренажерный зал, и так далее. Я сейчас говорю именно как женщина. Хочется, чтобы эти 300 тысяч женщин расправили, да, расправили крылья. Вот это вот мой, наверное, личный план. Вообще хочу, чтобы все улыбались. Ты едешь в маршрутке, да, мы никогда не наблюдали. Грустные у нас люди. Грустные очень часто. Ты просто кому-то улыбнешься, и абсолютно каждый человек улыбнется тебе в ответ. Просто если мы будем все всегда в хорошем настроении, мы улыбаться-то будем чаще. Так ведь? Думаю, да. Это вот мой личный план, чтобы все улыбались. Прекрасный план. А с точки зрения развития бизнеса, это расширение клуба в Новочебоксарске. Да, мы в Новочебоксарске тоже созрели. Несколько зон также появится. Я думаю, что им будет очень приятно увидеть новшества. А сколько сейчас всего и где находится Тону-студия? Тону-студия в Чебоксарах 4, входящая в нашу именно сеть. Это Северо-Западный бульвар Юности 3, Московский проспект 12, Центр, Новоюжный район и Юго-Западный район. Это один из последних клубов. Вот интересно, пока вспомнили про Юго-Западный, да, вот насколько наш город разноликий, скажем. В каждом клубе женщины очень резко друг от друга отличаются. По характеру, представляете, по тем же самым опозданиям. Есть деловые женщины, есть, которые могут себе позволить. Не буду конкретно говорить, какой район больше себе позволяет вот такие вот дамские капризы, да. Но так интересно наблюдать за женщинами, удивительное дело. А каких вообще меняет вот посещение? Начали они ходить? И какие становятся, ну, помимо того, что, наверное, более подтянутые? Ну, если вот интересно нашим зрителям, если зайти на наш сайт Тонус-21, очень подробно там, знаете, вот гостевую книгу, которую я не могу, собственно говоря, корректировать. Люди пишут то, что хотят написать, да. И вот когда читаешь гостевую книгу или книгу отзывов непосредственно в клубах, иной раз я не романтичный человек, поверьте, да. Но у меня слеза так скатываются, приятные слеза. Потому что когда ты меняешь жизнь людей, я не волшебник, как говорится, я только учусь, да, но когда что-то меняется в лучшую сторону, ты чувствуешь вот нужность, что ли, свою вот такую вот, что ты не зря все это затеял и посвящаешься в свое время. Массажный массажер – прекрасный способ избавиться от целлюлита. Такой массаж позволяет избавиться от отеков и значительно уменьшить объемы тела. Массажное кресло – ежедневный массаж на нем полезен для кровообращения, центральной нервной системы, позвоночника и суставов. Изодинамические тренажеры – данный тип тренировок идеально подходит женщинам, желающим улучшить свою фигуру, но не привыкшим к интенсивным физическим нагрузкам. Инфракрасная сауна – глубокое прогревание при комфортной температуре. За время сеанса зажигается от 900 до 2400 калорий. Ион-детокс – неинвазивный метод очистки всего организма. В Тонус-студии вас ждут эти и многие другие процедуры. В Тонус-студии мне на юбилей СВАХа подарила сертификат на полгода. И вот я хожу каждые две недели один раз, иногда бывает недели два раза. Но мне очень нравится здесь. Какие результаты чувствуете на себя? Результаты. Оздравление идет. Похудела за это время на 5 килограмм. Сайт wellness-клуба Тонус-студии – тонус21.ру. Осталось выбрать удобный для вас клуб. А их два в Северо-Западном, один в Юго-Западном, один в Новоюжном и один клуб в Новочебоксарске. Ну что же, дорогие телезрители, предлагаю вам действительно прийти в Тонус-студию и, как здесь говорят, заново родиться. А наша программа сегодня заканчивается. Напоминаю, что мы были в wellness-клубе Тонус-студия. С нами была Алена Григорьева. До встречи. С вами я также прощаюсь. Всего хорошего. Ждем вас в гостях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин